Приветствую вас! Для начала давайте определимся с вами по поводу вашего вопроса. Вы говорите, вы спрашиваете, точнее, как поступить? Это вот ваш вопрос, который вы задаете, вот, и я задам вам вопрос, ну, не сказать, чтобы встречный, да, скорее вопрос такой, вопрос продолжение, вопрос-подсказка, как поступить, чтобы что? Чтобы почувствовать себя девушкой, чтобы перестать, испытывать, значит, влияние проблем в семье вашей, чтобы, там, ну, ваш молодой человек вел себя по-другому, как-то влюбить, в общем, короче говоря, чтобы что? Вот, мне кажется, что это очень важный момент, потому что очень неопределенно вы задаете вопрос свой, и почему, конечно, есть проблема ответа на него. То есть вы со своей стороны всегда можете сказать просто, что я хотел чего-то другого, да, меня не поняли, я хотел совсем вообще другого ответа, да, мне нужен был ответ на другой вопрос, а вы мне дали вот это, то есть, ну, вот, такое всё будет. Вот, мне бы не хотелось, значит, чтобы подобные вещи возникали, поэтому я пытаюсь, значит, конкретизировать то, что вы спрашиваете, да, и, соответственно, уже, исходя из этого, можно будет вам помочь. То есть, если вы хотите подчискиваться за девушкой, то нужно скорректировать свою модель женского поведения, вот, а для этого нужно смотреть, что является для вас идеалом женского поведения, идеалом женщины, может быть, так вот можно ответственно выразиться, да, вот. И, соответственно, исходя из того, что для вас является идеалом, да, исходя из этого, уже можно будет вам что-то рекомендовать, например, да, а также, а также, какие у вас, ну, например, проблемы при реализации своего женского поведения, да. Вот. Если вы хотите избежать влияния проблем дома, или если хотите, чтобы этих проблем не было, то здесь, хорошо, совсем, ну, совсем другой расклад, совсем другая история, другая ситуация, ну, вот. Здесь совершенно другой подход, потому что семейные проблемы, проблемы с родителями, это, безусловно, очень, очень болезненно, очень неприятно и тяжело, вот, это все понятно, но вам нужно ограничить себя, свою ответственность, свою жизнь от проблем родителей, вот. И если у них, например, есть проблемы, если у них, например, реальные проблемы, да, то эти проблемы, они ни в коем случае, ну, ни в коем случае не должны, как бы, касаться вас, да, даже если касаются, даже если касаются, ну, просто потому что это ведёт, опять же, никуда, ну, никуда это ведёт, никуда. Вот. Вот примерно, примерно то, что можно вам сказать по этому вопросу. Другое дело, что у вас нет средств для этого. Другое дело, что вы испытываете негативное влияние этого на себя. Ну, это, да, это другое совсем дело. Но в этом нам может помочь психолог на индивидуальной консультации, который досконально разберёт проблемы вашей семьи, да, и уже, соответственно, даст более подробные рекомендации по поводу того, что можно сделать для того, чтобы обезопасить себя от губительного влияния проблем с семьёй. Вот. Что касается молодого человека, то, опять же, ваши отношения с ним больше похожи на, знаете, ну, какое-то развлечение больше, понимаете? То есть, ваши отношения с ним, они больше похожи на какую-то детскую игру. То есть, когда вам хорошо, да, когда настроение хорошее, вот, вы вроде бы вместе, да, вы вроде бы хорошо друг к другу относитесь, вроде бы всех устраивает, всё здорово. Но когда вы в плохом настроении, когда у вас плохое настроение, всё очень плохо и вы почти друг друга не воспринимают. Вот. И мне кажется, это как минимум странно, потому что это говорит о том, что у вас, ну, либо не зрелая любовь, либо вообще не любовь, а что-то другое. Ну, знаете, какая здесь ситуация. Вот. Вот молодого человека такого вы выбрали себе, да? Вот. Вот. Но почему-то считаете, почему-то считаете, что он должен, он должен относиться к вам, ну, вот, так же, как вы относитесь, например, к нему, допустим. То есть, вы раскрываете, 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 ну, вы раскрываете перед ним, да, вы раскрываете, как бы, свою душу перед ним, свой мир внутренний. Вот. И считаете, что он, значит, тоже должен это делать. Это не так, потому что это право человека, а не обязанность. И вы рассказываете, вы рассказываете что-то о себе, если вы рассказываете что-то о себе, то вы рассказываете это не для того, чтобы получить обратную связь, а просто потому что хотите, приходите поделиться. Вот. А если это не так, если это не так, если вы рассказываете это для чего-то другого, туда нужно посмотреть вообще цель ваших отношений, и место-место, и роль вашего, ну, вашего молодого человека в ней. Вот. И вашим, и ваш ресурс, который вы используете для того, чтобы отдавать, да, вот. Что же нужно рассмотреть, вот. Потому что, ну, ещё раз, то второе, да, то что, эм, очень необычная позиция, да, что, вот, молодой человек хороший, ровно до тех, пока у меня настроение, настроение хорошее. Но он же не может меняться в зависимости от вашего настроения. Вот. А если вы чувствуете, что из-за проблем в семье вы негативно ведете себя по отношению к друзьям, молодому человеку, то, соответственно, эм, проблема, она, ну, в большей части вас, и, соответственно, вам, эм, с этой проблемой и работать. Вот. То есть, эм, здесь ситуация такая. А дальше, эм, значит, так, вы пишете, я, как же, чувствую себя девушками. Что вы для этого делаете? Эм, вы, значит, пошли по два года, он мне ни разу ничего не подарил, даже на день рождения. Ну, опять же, эм, это он вам ничего не подарил. Эм, значит, вы, так, себя поставили, и так поставили себя, что мужчина чувствует, что может вам ничего не дарить. То есть, он, скажем так, эм, не боится, он не боится, он не боится вам, эм, ничего не дарить. Так вот, скажем. Вот. Такая история. И тут, конечно, вопрос, эм, на мой взгляд, эм, достаточно, эм, такой, я бы сказал, важный, потому что, а, значит, если вы ставите себя таким образом, что мужчина вам может ничего не дарить, ну, это вопрос вашей самооценки, это вопрос, эм, того, насколько вы себя любите, это вопрос, опять же, цели, эм, целей в отношениях. То есть, зачем я, эм, вступаю в отношениях, для чего они, мне эти отношения, да, зачем они мне нужны, эм, вот, и так далее. Это всё очень, эм, тоже, важный момент, без которого, эм, ну, на мой взгляд, эм, не имеет смысла, эм, значит, вообще вступать в отношениях. Вот. То есть, то, что вы не, то, что вы хотите чувствовать себя девушкой, это нормально, а вот то, что вы ждёте, что ваш мужчина даст вам возможность, эм, почувствовать, эм, себя, эм, ну, девушкой, да, это вот нет, это вот, эм, как раз, эм, не нормально, вот, ну, потому, потому что, простите, но если вы, поставили себя, эм, эм, с мужчиной вот так, что он вас не воспринимает, как ту, кому, кому нужно, вот, там, дарить, эм, подарки и прочее, 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 вот, то это, кто за это ответит, вот, ну, я полагаю, что, эм, это вполне очевидно, здесь, мне кажется, всё вполне очевидно, очевидно. Вот. А, дальше, дальше. Плюс он мало рассказывает о себе, всё пытается уговаривать его. А, тут вот на самом деле не очень понятно, а, то есть, вы говорите, что, эм, молодой человек мало рассказывает о себе. Но если он изначально, эм, эм, столько рассказывал о себе, то, эм, по какой причине, вы считаете, он должен начать рассказывать, эм, больше? Почему вы считаете, что он должен, именно должен, молчать, рассказывать, больше? Ну, в конце концов, эм, это, опять же, право человек, это право человек, это его право рассказывать ему, эм, значит, эм, что-то. Или нет. А у вас, как будто это, эм, вот, знаете, как, как, обязанность какая-то, да? Эм, дальше, вы говорите, эм, плюс ко всему, эм, пытается уговаривать, эм, его. Эм, я, если честно, эм, вот, как-то не очень, эм, понял, эм, значит, что это значит, да? Эм, то есть, что значит, эм, пытается уговаривать его, эм, как это, пытается уговаривать его, если честно, я, я не очень понял, эм, здесь, что вы имеете ввиду. Ну, то есть, возможно, вы хотели, эм, сказать, что, эм, вы должны его уговаривать, эм, значит, ну, должны уговаривать его, эм, рассказывать, эм, что-то про себя. Вот, если это так, то опять же, опять же, эм, понимаете, история в том, эм, ситуация в том, что вы себя так поставили, вот, вы поставили себя, эм, так, что он, он, эм, даже, считает, эм, возможным, что, эм, что вы будете его уговаривать. И если вы его уговариваете, то вы делаете это, потому что это нужно вам. То есть подумайте, а для чего вам это нужно? Почему вам так нужно, чтобы человек о себе рассказывал? Опять же, принуждая его, да, эм, требуя от него, чтобы он, ну, чтобы он рассказывал, эм, чтобы вам что-то о себе. Вот, опять же, опять же, всё как бы упирает в это, если он не хочет, насколько вы друг другу подходите. Вот. Вам, ну, например, вам, эм, нужны подарки. Окей. Он не считает, что, эм, девушке, да, он, там, должен, ну, дарить эти самые подарки. Ну, он не считает человек так. Так. Вот, вот, что будет, что делать, эм, в этом случае. Понимаете? Вот. Что-то мне кажется, что, это вопрос именно, эм, того, насколько вы, эм, по факту, насколько вы друг другу подходите. Вот. Вот. Ну, и кажется так. И, очень может быть, очень может быть, эм, что вы друг другу, ну, всё-таки, ну, не подходите. Вот. Понимаете? И, если это так, если вы не подходите друг другу, эм, то это, это нормально. Это нужно, нужно, эм, это нужно принять, что вы друг другу не подходите. Ну, вот. А вы это, как бы, вы это принимать не хотите. Вот. Вы не можете это принять. Что вы, что вы можете друг другу не подходить. Вот. И у меня здесь, эм, к вам, конечно, возникает, возникает вопрос, да. А? А? Вот. Допускали, допускали ли вы мысль о том, эм, что вы можете, можете, ну, просто быть, эм, разными людьми и всё. Вот. Вот. Это, насколько, насколько вы, вот, думали об этом, насколько вы допускали такую идею. И допускали ли вообще? Вот. Издали ли ваши отношения своего рода, эм, просто, знаете, с какой-то, эм, привычкой. Издали ли ваши отношения чем-то вроде, эм, знаете, как, чем-то вроде, эм, ритуала какого-то, да. Вот. Потому что очень, эм, очень легко, на самом деле, эм, из отношений, да, очень легко отношения, эм, превратить, эм, ну, в какой-то, знаете, эм, ритуал. Очень легко, очень легко это сделать. И я вот думаю, опять же, я вот думаю, опять же, да, не произошло ли это с вами. И если произошло, то, эм, какая цель у этого? Вот. То есть это вот, эм, такие, эм, важные, важные моменты. То есть можно, сколько угодно, да, эм, предъявлять мужчине, эм, за то, что он, эм, не делает того, что должен делать. Вот, можно сколько угодно ему за это предъявлять, но если он этого не делает изначально, вот, то непонятно, почему должен начать это делать сейчас. Особенно, если у него есть всё, то есть ваше внимание, ваша любовь, ваша компания, ваше общество, ваше общение, эм, секс, может быть, эм, с вами, ну, и так далее. Вот это вот, эм, то, что, ну, нужно, вам, эм, для себя, да, определить и выявить. Вот. Попробуйте дальше. Вы пишите. Так, эм, может я просто пытаюсь, эм, сбежать от проблем дома. Ну, скорее просто, эм, проблемы сделали вас неудовлетворённой, и за счёт, эм, молодого человека вы пытаетесь, эм, получить, эм, удовлетворение. То есть вы от молодого человека пытаетесь, эм, получить, эм, то, что не получаете дома, и то, что не можете организовать, эм, эм, ну, сами. Вот. Это, эм, более вероятно. Вот. Потому что от проблем дома не сбежишь, вы всё равно возвращаетесь домой. То есть, если вы хотите, эм, действительно, эм, сбежать, эм, вот, от проблем дома, если вы действительно хотите сбежать от проблем дома, эм, что, я думаю, эм, что вам лучше будет, эм, рассмотреть возможность эм, сепарации от родителей, эм, эм, ну, то есть, ну, прям, эм, в буквальном, эм, смысле этого слова, да, эм, сепарироваться от родителей. Эм, вот. Вот. И, собственно, эм, это, эм, вот, эм, единственный, эм, способ, эм, для вас, который мне видится, эм, вот, эм, который можно, эм, как-то, как-то использовать, эм, для того, чтобы решить проблемы дома. Ну, вот, до тех пор, пока вы, эм, эм, не, эм, сепарировались от, эм, своих родителей, до этих пор, эм, не имеет никакого смысла, эм, сбегать от, эм, проблем. Вот. Вот. Совершенно. Потому что, эм, как бы вы не избегали, от, своих проблем, а, проблем все равно вас настигнут, потому что они для вас. Вот. Надеюсь, этот момент вам, эм, понятен. Ну, и, эм, дальше вы, эм, значит, пишите, что я не хочу хватать ему нервы, а правильно, почему-то именно это получается. Ну, опять же, не почему-то, не почему-то, эм, есть ваши желания, которые вы не реализуете должным образом. Нет психологической подготовки. Ну, вот. И, поэтому, получается, что-то деструктивное. Эм, тут недавно, про вопрос, что у него случилось, он сказал, что это его личное дело, и это должно меня так больно ударили. Ну, вот, эм, смотрите, да, нужно, эм, понять, чем именно больно ударили ваши его слова. Ведь, по факту, по факту, эм, молодой человек, он, ну, в общем, в общем-то, он в своем, правильно, на самом деле. То есть, ну, не хочет человек, эм, говорить, эм, что у него происходит, да, ну, не хочет, значит, значит, не хочет, все. То есть, опять же, что, ну, не будет, не, 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 не доставлять же его, да, насильно, эм, рассказывать вам о себе, правильно? Вот. А, так, получается, что вы его, как это, именно, к этому, принуждаете. Вот. Может быть, вы, эээ, слишком, навесивая, эээ, спрашиваете у него, эээ, как, как у него дела, дела. Вот. Может быть, вы ему не даете обратной связи, которую, которую он бы хотел. А, мужчины, вообще, эээ, сложно рассказывают о своих, эээ, проблемах. Что тоже, эээ, в некоторой степени подливают масло в огонь. Вот. Но вы, как будто, всего этого не замечаете, вы, как будто, все это игнорируете. Вот. И это, опять же, вопрос, 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 вопрос к вам. Эээ, как, почему, 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 почему происходит игнорирование этих моментов. Вот. А, ну, на основе, на основе чего происходит игнорирование этих моментов. Понимаете? Вот. А, мне кажется, что это очень, эээ, важный момент. Вот. А, потому что, ну, действительно есть, эээ, неудовлетворенность. Эээ, какая-то, да, действительно, действительно есть, эээ, потребность, эээ, в том, чтобы, ну, чтобы, мужчина, эээ, давал вам то, что вы хотите. Вот. И он не даёт, и вы злитесь, то есть тут нужно им, именно, понять, чего хотите вы. Вот. В первую очередь. Что вам нужно. Вот. Стали, вы, эээ, пишите, эээ, мой внутренний мир, который раскрылся для него, словно, снова заклопнул в свои двери. Эээ, нет, 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 и ещё раз, нет. Ваш внутренний мир, эээ, раскрылся не для, эээ, него. Вот. 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 Ваш внутренний мир, эээ, раскрылся, ээээ, для себя. Вот. Вот. Вот для чего раскрылся ваш внутренний мир. Т, естественно, то есть не нужно делать для других людей, да, того, что доставляет вас чувствовать себя, ну, какой-то жертвенной, какой-то уязвенной, и так далее. Если вы раскрываете свой внутренний мир, вы это делаете для себя, потому что вы этого хотите. И как человек отреагирует на то, что вы ему раскрыли свой внутренний мир? Ну, в общем-то, не знает никто. Даже он сам этого может, в принципе, не знать человек. Вот. Поэтому здесь, знаете, то получается как, что вы раскрыли ему, да, свой, собственно, внутренний мир, раскрыли ему. Вот. Собственный мир раскрыли, хорошо, значит, значит, всё. Но ожидали при этом вы чего-то другого. Вот. Понимаете? А чего вы ожидали от этого? Что вы ожидали? Обратные связи. Это понятно. Но какой обратные связи вы ожидали? Снимаете? Вот. Поэтому здесь нужно сознательно подходить к вопросу. Дальше. Не могу ему больше рассказывать что-то о своих проблемах, о котором я его больше никому не хочу. Опять же, тут вот весь вопрос упирается в то, в каком контексте вы рассказываете человеку о своих проблемах. Вообще. Просто вот, ну, какой контекст. Именно контекст какой. То вот вы рассказываете о человеку о своих проблемах. Вот. просто какой контекст. Рассказывайте, чтобы что, значит, получить обратную связь? Какую? Какую обратную связь? Если вы, значит, что-то делаете ради какого-то, ну, как, ради чего-то, да? Вот. То есть тут вот мне кажется, что нужно, ну, максимально, 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 чётко, чётко всё это для себя определить. Вот. Молодой человек, он, вообще-то говоря, не может быть и не должен быть психотерапевтом, да? То есть, ну, это его выбор, конечно, быть или не быть психотерапевтом, но если он не хочет быть психотерапевтом, вот, то я полагаю, что его никто не доставит. Вот. И это, кстати говоря, правильно. Вот. А вы, вы, вы как будто, знаете, вы как будто ждёте от него именно вот той обратной связи, которая вам нужна. Вот. Так рождается завышенное ожидание. Вот. Так рождается разочарование. И именно так обычно и выстраиваются отношения между людьми, скажем так, ну, которые выстраивают свои, свои отношения, их, то бишь, отношения на детских каких-то основаниях, да? На детских, на ожиданиях, на желаниях и так далее. Вот. Значит, буром него больше никому не хочу. Ну, мне кажется, что здесь вы преследуете свои, делаете своей целью доказать себе и, например, другим людям, что вы неблагополучны. То есть, где-то, где-то в глубине души вы считаете, что не имеете права на то, чтобы высказывать свои проблемы, рассказывать свои проблемы и так далее. Вот. Ну и, соответственно, по этой причине... По этой причине я полагаю, что вы и не хотите никому рассказывать, кроме него, а ему не хотите, потому что ожидание завышенное. А ожидание завышенное тоже не случайно, да, потому что это у вас, вот, ну, такая защита. Так вы защищаетесь от возможности того, что с вами всё в порядке. Вот. Ну, опять же, опять же, опять же, опять же, да, как это видится мне? Вот, мне видится ситуация именно так. Вот. Я могу ошибаться. Конечно. Я могу ошибаться. Вот. Ага, я не знаю, что мне делать. Ну, вы сами себя здесь загнали в тупик. И мне кажется, что в первую очередь вам надо посмотреть эту игру, в которую вы сейчас играете. Она называется... Тупик. Вот. Ага, посмотрите, обязательно, обязательно посмотрите эту игру в тупик. Она отправилась. Вы себя в этот тупик хорошо загнали, при том, что это был такой достаточно хорошо сконструированный тупик. Вот. И я полагаю, я полагаю, что для начала, для начала надо, чтобы вы определили свои такие цели, да, как я уже сказал в начале. Вот. Нужно, чтобы вы определили свои цели и, исходя из, значит, исходя из целей своих, уже действовали, и, исходя из своих целей, двигались, исходя из своих целей, выбирали себе, значит, модель поведения, и вот тогда уже можно будет говорить о том, как вам поступать. То есть пока без целей, без ориентирования и без разрешения внутренних противоречий, таких как самооценка личной границы и ответственность, да, то есть, ну, разграничение ответственности. Вот. А вот этих аспектов вам будет сложно найти себе цели, и уж тем более будет сложно вам что-то подсказать. Вот. То есть, если вы ждете совета, да, то вы пришли, к сожалению, не совсем по адресу, вот, потому что психологи, а именно психологи, да, советов не дают, вот, психологи анализируют вот эту ситуацию, да, и, основываясь на анализе, вырабатывают рекомендации, вот, в том числе и вам, вот, для того, чтобы их можно было применить в реальной жизни. Вот. Пока вы не определитесь со своими приоритетами, вот, я не вижу, не вижу, не вижу возможности давать вам советы и что-то подсказывать. Это будут просто отвлеченные советы и не более того. Вот. Подумайте о том, что я сказал, подумайте о том, что я вам дал. Ну, вот, мне кажется, для начала это вполне неплохо, для начала, так сказать, для понимания картины. Вот. Посмотрите про игру, в которую вы играете. А, дальше, дальше уже будем разбираться более подробно, если, конечно, вы рассматриваете вариант дальнейшего консультирования, а не это, а не просто вопрос, который вы вот задали лица. На этом, я думаю, может закончить. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Всего доброго и удачи!